Как я люблю смотреть мемы в своей любимой социальной сети. Меня она так вдохновляет, что ли? Ух ты! Это что, древнейшие залежи мемов? Хотя, про него, наверное, уже все знают. Постой, ты что, про него не знаешь? Ладно, давай я немного расскажу, только быстро, пока мама с работы не пришла. Бытует такое мнение, что мемы существуют с того момента, когда появилась и сама всемирная сеть. Ну, то есть интернет. Однако, видео танцующего ребенка под названием Бэйби Ча-Ча можно с уверенностью назвать одним из первых мемов. В этом коротком ролике, нарисованный в 3D, ребенок двигается под песню 1974 года Хуки Тоне Филинг, шведской рок-группы Блуз Види. Видео, оно обошло весь мир. В 1996 году, благодаря рассылке по электронной почте, ну и потому что это был новый формат на то время. Вообще, хоть это был самый первый интернет-мем, но если углубиться в историю, то можно найти карикатуру от 1921 года. Иллюстрация была размещена в июньском номере американского юмористического журнала Judge уже столетней давности. Подпись к изображению гласит, как ты думаешь о своей внешности, когда загорается вспышка и как дела обстоят на самом деле. Может быть, так называемые мемы и были раньше, но пока зафиксирован именно этот мем как один из самых старейших. Ну, о чем это я? Если продолжать думать в том же направлении, то мы доберемся до какой-нибудь анхи, только не до современной, а до такой... Ну да, не очень. Поэтому двигаемся дальше от каменного века прямиком в другой каменный век под названием 90-е. Какая именно фраза дала начало классическому внешнему виду мемов? Сегодня мы окунемся в старинные мемы конца прошлого столетия и начала 21-го века. Я хотел бы поговорить именно про ранние мемы Рунета, но это было бы не совсем правильно, ведь одна из самых ранних фраз мемов это грамматически неправильное выражение All your base are belong to us. Все ваши базы принадлежат нам. Оно появилось в 1992 году еще до низкополигонального 3D-ребенка. В начальной сцене английской версии игры Zero Wing. Которую можно было зарубиться на консоли Sega Mega Drive, кто помнит еще такие. Пафосную фразу произносит главный антагонист, и с грамматикой у парня явно проблема, ведь правильное выражение звучало бы как All your bases belong to us. Но впрочем, знания правил такие себе не только у злодеев, но и у других героев заставки. Можете посмотреть видео сами и убедиться в этом. В начале 2000-х фразы гибкая из ролика набрали большую популярность на форумах. С выражением делали фотожабы, сцену озвучивали, а в 2001 году один пользователь даже сделал ремикс с фразами и картинками, где выражение было показано в самых неожиданных ситуациях. Кстати, именно эта фраза, похоже, и дала начало классическому внешнему виду мемов. Фотографии или изображения с текстом, нанесенным крупными буквами. Также один из первых интернет-мемов фраза It's a trap. Это ловушка из фильма Звездные войны эпизод 6 Возвращение джедая. Персонаж в саге Адмирал Акбар произносит ее, когда во время подготовки Альянсом засады для Империи узнает о приближении вражеских кораблей. В сцене не было ничего сверхъестественного или необычного. Несмотря на кажущиеся тривиальные сцены и на то, что фильм был выпущен еще в 1983 году, в начале 2000-х фраза стала невероятно популярной и начала использоваться в переписках, фотошоп-тредах и так далее. А началось все вот с этого изображения, загруженного на форум Самзенкафл в 2000-м году. В первое время мемы употребляли согласно его смыслу, как предупреждение об опасности какой-либо затеи. Но вскоре фраза It's a trap стала применяться по отношению к изображениям людей и неме персонажей, чей биологический пол сложно определить по картинке. А еще через пару лет у зарубежных пользователей также стал популярным искаженный вариант выражения It's a trap. Ну и вот, мы добрались до самых старых мемов в Рунете. Конечно, единого мнения о том, какой же мемы когда стал самым первым, у пользователей из постсоветского пространства нет. Но, судя по всему, мемы в Рунете начали активно распространяться в начале 2000-х. Доставайте свои платки, сейчас волна ностальгии может оказаться непосильной. В 2001 году в Рунет ворвались мультфильмы «Масяня» художника Олега Куваева, ролики о похождениях веселой девицы студенческого возраста Масяни Хрюнделей Лохматова. Куваев изначально создавал мультфильм для друзей, а затем начал публиковать на своем портале «Мульт.ру». Видео оказались настоящей клотезью цитат, но две самых мемных, пожалуй, появились в выпуске 2001 года «День радио». Фразы «Пойдем-ка, покурим-ка» и «Алё, кто это? Директор?» Да пошел ты в п***у, директор! Которые быстро принялись распространяться по форумам. «Пойдем-ка, покурим-ка». «Ну ладно, пойдем-ка, покурим-ка». «Пойдем-ка, покурим-ка, пойдем-ка, покурим-ка». «Алё, кто это? Директор?» «Да пошел ты в жопу, директор». 2006 год принес юзерам с постсоветского пространства сразу два супервиральных мема. Первый – фразочка «Привет, медведь!» или «Просто привет!» изображение Косолапова. Все началось с того, что один из пользователей немного отфотошопил картину «Beer Surprise» художника Джона Лури и заменил реплику медведя «Сюрпрайз» на «Привет!». Мемный медведь стал героем многочисленных фотожап. Его вставляли на картинки со спаривающимися животными, занимающимися сексом людьми, в произведения искусства, с ними создавали свои арты и про фразочку «Привет, медведь!» не забывали. Многие юзеры так часто употребляли выражения на форумах, что порой администраторы просто банили за нее. И да, медведь впервые появился в сообществе Лепра, но об этом немного позже. Другой, второй мем, родившийся в 2006-м, это и ныне популярный свидетель из Фрязина. Фото мужчины с крайне серьезным выражением лица, одетого в кожанку и спортивный костюм, стоящего рядом с ЗАГСом подмосковного города. Личность свидетеля до сих пор интересует юзеров, но известно о нем немногое. Корреспондент портала «Фрязина.Инфо» Александр Попов заявил, что главный герой мемы действительно жил в подмосковном Фрязина и работал электриком. Журналист не называет его имени, но говорит, что лично пообщался с мужчиной в 2007-м году, когда свидетель позвонил в редакцию сайта. Главный герой мемы был не в восторге от своей бешеной популярности и попросил журналиста удалить всю информацию о нем из интернета. Наивный. А в 2016-м году корреспондент, по его словам, случайно наткнулся на могилу свидетеля из Фрязина. По информации журналиста, мужчина с фотографией умер в 2015-м году, когда ему было 45 лет. Ну, впрочем, есть и другая информация о личности свидетеля из Фрязина. Пользователи «Я плакал» еще в 2008-м году отыскали в одноклассниках страничку мужчины, ну, очень похожего внешне на свидетеля. Сейчас аккаунт уже удален. Человек на этом снимке был зарегистрирован в соцсети, как Сергей Звейрев, так что не исключено, что журналист с Фрязиной инфо контактировал не с тем мужчиной, а реальный свидетель до сих пор жив и здоров. А на Пикабу в конце января появился калаш со свидетелем из Фрязины. Предполагается, что на втором снимке героя мема в 2019-м году с супругой и детьми. Но не исключено, что мужчина с семьей на кадре просто внешне напоминает мемного жителя Подмосковья. Кстати, также существует сообщество Лепра, про которое я говорил ранее, которое отличается своей закрытостью. Попасть туда было довольно-таки сложно. Сейчас же для доступа к коллективному блогу придется заплатить, но тем не менее, именно там впервые появилось большее количество мемов, которые стали хитовыми. Например, вышеупомянутые свидетели с Фрязиной и Медвед впервые появились именно на Лепре. В начале 2000-х в Рунете был популярен албанский язык, или как его еще называют, язык подонков. Своеобразный просто мем, стиль употребления русского языка с фонетически почти верным, с некоторым исключением вроде Медведа и тому подобное, но орфографически нарочно неправильным написанием слов так называемым ративом. Вот эта информация, проще говоря, искажение русских слов до неузнаваемости. Именно отсюда пошли слова Авторжот, Бугага, много буков, ржу не могу. С ним связывают мемы, привет, не зачет, убейся об стену и так далее. В нулевых так было довольно модно общаться в Рунете, а пришло это из живого журнала. Сленг породил множество стереотипных выражений и мемов в частности. Также один из старейших и популярных мемов Рунета тоже появился в нулевые, в уже знакомом сообществе Лепра, а именно Упячка. Вокруг этого мема сформировалась своя субкультура, мифология и даже система персонажей. Упячку использовали как инструмент борьбы с унылым говном. Ее размещали под тем контентом, который считался слишком скучным или правильным. Считается, что в создании Упячки как мема поучаствовали два пользователя Лепрозории. В 2006 году юзер Xboost нарисовал гифку с танцующим человечком и написал одним... Эээ... ну лучше напишу это на экране. Особо популярным он стал после атаки, произведенной участниками Лепрозории на Хабр-Хабр. Сайт Упячка.ру является центром распространения медиавируса, его официальным сайтом-блогом. Первые записи в блоге датируются 19 апреля 2007 года. И, кстати, мы уже подобрались к более знакомым для многих людей мемам, поэтому расскажу тебе о них вкратце. Участник интеллектуальных шоу Вессерман несколько раз становился героем Рунета. Мемный дебют случился в 2007 году, когда его имя перевели на албанский Анатолия. Анатолия регулярно использовали в контексте Упячки. Иногда с Анатолием Вессерманом приключаются мемные реинкарнации, съемка в клипе Ольги Бузовой и в шоу «Что было дальше». Основные темы шуток – это эрудированность и необычный внешний вид Вессермана. Борщ с капусткой, но не красный. Все началось с этого видео, где молодой человек по имени Никита Литвинков произносит именно эту фразу. «Вот был хороший борщ с капусткой, но не красный». Эта фраза «борщ с капусткой, но не красный» разлетелась на цитаты и стала основой для целого пласта мемов. Кто же знал, что смешной отрывок из интервью 2008 года станет таким популярным? К слову, Никита недавно снова появился на свет и пришел на подкаст к Гарику Аганесяну в образе Аллы Пугачевой. Фух, а какой твой самый любимый старый мем? Напиши в комментариях, будет интересно узнать. А также напиши, какие мемы я забыл упомянуть и обязательно сделаю это в следующем видео. Если ролик тебе понравился, то поставь лайк, я буду этому мега рад. На этом все, пока! Субтитры сделал DimaTorzok